зима продолжается второй день подряд все замело все в снегу я думал только сейчас в левбор за такая фигня но красиво красиво потому что еще знаешь что это ненадолго завтра послезавтра это все исчезнет то ты еще больше это ценишь мы перенесем мы переживем как говорится эту погоду но по это самое как-то прощальный снег в этом году я уже смотрел следующей неделе солнышко плюс 20 начнется лето какой красивый лес при выезде из риги это рига съела в сторону сала спился еду да вообще красотища как будто сейчас какой-то декабрь ранний январь как будто мороз не на вода на лужи лужи это значит не мороз но красотища красотища повторюсь когда в машине тепло тогда красотища по многочисленным просьбам обновляю информацию по поводу бобра бобра корла перебрался вниз по течению он теперь уже возле дороги ну каких-то метров может быть 500 300 вниз по течению шел а там больше не строится это бухалыч тортики у юры сегодня именины горжи господи к тебе отверния принятие до конца да, чистым ослаблением а здесь годы ой-о-о-о так-но это лизи что это или а разве а там идем вы мо stronger В смысле, Саку надела что-то. О-о-о! Сузанна! Какой микс на тайна родилась? Микс на тайвай, гер. Сузанна, а у прайки лавы. Еду так, и тут такой видон, как будто что-то горит. Но это, наверное, какое-то производство, я так понимаю. Если я ближе подъеду, посмотрю. Тут недалеко от Рауны. Выглядит как зомби апокалипсиса. Да, я тут уже второй раз проезжаю. Это какая-то деревообработка. И это, я так понимаю, наверное, сушительные камеры. Там, где сушат дерево. Да. Мощно они тут коптят. Ну, тут вторая вообще коптительная такая. Прям полным ходом. Вот и в Алакс на заехал. Был я тут один раз. Мне кажется, один раз, когда Сашка еще в армии служил. В учебке. Да, уже больше двадцати лет прошло с того момента. Ну, да. Тут такие дороги. В городе более-менее нормально. А там подъезжал. Такие и так себе дороги были. Немножко похуже. Такие шоссе немножко уставшие. Так сказать, почти самые восточные города Латвии. Всем жителям Малуксна и его окружности, всем вам привет. Так, у меня Waze показывает, что спереди полиция, так что я снимать больше не буду пока. А это не полиция, это камера на скорость. Была только что. Да, эти камеры, блин, путешествуют по всей Латвии. Тренога черная, она маскируется так. В Англии есть закон, что ты не имеешь права ставить камеру где хочешь. Тебе нужно, чтобы был знак, что если произошла хотя бы одна серьезная авария на этом участке, тогда они имеют право ставить камеру, временную камеру, мобильную камеру. Если произошло три и больше серьезных аварии, тогда могут устанавливать постоянную камеру на скорость. Не знаю, как у нас в Латвии, по какому принципу выбирают где ставить камеру, где нет. Вот это вопрос. Смотрю, тут всяких озер много. Там, конечно, да, в самом Алукске есть большое озеро. Мы на нем были, когда к Сашке ездили, к противнику. Так что я мимо него проехал. Ну да, не успел заснять. Ну да, центр красивый такой, ухоженный. Заехал я, ребятки, в Гулбана. Так, что тут, да, зона косилочки, очень важно. Наверное, какая-то... А нет, это не центральная улица. Центр еще где-то подальше. Так, тут какой-то Гулбанский парк. Солнечные панельки. Люди мастерят разные всякие навесы. Да, из этих солнечных панелей. Погодка прекрасная. Солнышко светит. На улице 9 градусов. Ну, на солнце ощущается потеплее, чем 9. Немножко ветерок такой. О, еще панельки. Наверное, мы подъезжаем где-то к центру. А, да, центр направо. Витька меня заметил и успокоился. Так что так резвились. А все равно что-то они тут резвятся. Утро. 7 часов. Пора на работу ехать. Да, Витяк? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Под дождем даже не прячется. А, Витяк докапывается до верки. Пока жду Адриана, пока он там соберется. Отвезу его в школу. Поеду на работу. Покажу вам парничок. Редисочка-лучок. Лучок-красовец. И редисочка. Ну, редисочку вы уже видели в предыдущих видео. Какая выросла редисочка. Заехал я, ребятки, в деревушку Анца. И занесло меня, конечно же, в Венспелс. Самого Венспелса у меня объекта сейчас не будет. Я еду за Венспелс, там чуть-чуть дальше. Южнее самого центра. Я побывал немножко в Венспелсе. Сейчас еду в сторону Кулдыги. А потом там недалеко от Венспелса будет. Нет. От Лепой уже. В общем, получается, я доехал до... Талси, Венспелс, Кулдыга. Рядом с Лепой, даже ниже Лепой там будет. Денгвиткурзем и Калкада. Денгвиткурзем. По-моему, Денгвиткурзем и называется. Весь день в дороге. Уже второй день подряд. Дорога ограничений 7 тонн. Вот меня занесло в какой-то лес. Так вот и катаюсь. Сначала восток Латвии, потом запад Латвии. По лесам, по озерам, по горам. Классно, конечно, покататься по разным местам. Аисты там стая аистов какая-то полетела. Два, подожди, там не аисты. Деревня. Нормально так. Дорога шла-шла и показывает. поверните налево навигация поверните налево а куда ехать я блин славики очкую но я поеду посмотрю что там затерн life поворачивайте налево но тут он тут блин мне как с куста можно и застрять что я очкую ладно немножко проеду посмотрю не я посмотрел я туда не поеду к чертям собачьим придется ехать как-то в другую сторону и смотреть что у меня навигация скажет потому что блин она прикалывается вообще серьезно придется как-то вокруг думать блин блин блинский сейчас буду мудрить интересно тут какие-то а это кто такой какой-то такой полу лесной полу домашние такие косули убежала такая реально такая деревня лесная кого-то прирученные у них эти животные так все ограждено тут интересно меня тут занесло я уже думал никогда не выйду из этих мест тут у них тут все что-то тут накидано тут как-то интересно интересно такой дремучий лес елки тут старые елки молодые елки кто-то кто-то же тут живет так тут какие-то ланьте а тут лес повыпиливали тоже наверно был дремучий густой лес но наверно хозяева решили они тут латвия свал смеши тут значок и точнее хозяева это значит мы латвия свал смеши это же наши наш лес наше достояние пошло под топор я уже сдалека вижу что моя грунтовка по которой я еду намного лучше чем этот асфальт который сейчас начнется рива речушечка рива какая-то на все асфальт закончился хорошего понемножку ребятки так сдалека выглядит интересно какая-то каловая станция какая-то железнодорожная станция по ходу но постройка я думаю до советских времен мне кажется далека выглядит даже наверное раньше я учусь немножко даже заеду посмотрю в общем называется сейчас еще раз прочитаю мне тут написано каловая станция так что можете прогуглить как каловая станция когда она была построена тут наверное никто никогда уже не ездить и не останавливается никакие поезда никакие электрички электрички тут нет по ходу ну да выглядит что такое старинное когда-то наверное было очень красивое а тут какие-то бычки какие-то особенные ребятки какие-то породистые волосатые вот так вот за два дня я проехал чуть больше чем тысячи километров да такой интересный опыт получается я прям доехал до самого восточных городов Алуксное ну там прям да прям Алуксное было до границы там совсем недалеко было я когда ехал так более-менее так с северно-западной стороны северно-восточной стороны потом Екапилс вчера у меня был да и потом ехал немножко в Огры там заскочил и поехал домой а сегодня я ехал туда в сторону так вот Венспилса там и потом так поехал там Кулдыга вниз и поехал Денвет Курземе там вот этот Лепайский как бы район получается почти так для ориентира и потом обратно в Ливборс ну в общем да так сказать жопа болит от такого сидячего образа жизни уже неудобно как-то вам скажу да ну еще блин еще приходится работать ладно вчера мне было надо было там еще подключать а сегодня слава богу хорошие объекты такие были что они в основном один объект был вообще что все они сделали сейчас вспомню даже который был это да я приехал у него было уже все и подключено там и в щитовой подключено да у другого было в щитовой подключено а конвертора не было подключено ну в общем все равно неплохо сегодня было так достаточно быстро все а там какие-то на крыше залез еще дефекторы перекрутил там чтобы ветром не задувало в общем да 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 вот в то есть вот на восточной части почти вообще не было снега а вот центральная и западная часть реально там больше 10 сантиметров снега было так что да в западной и центральной части больше повезло они попрощались зимой получили этот прощальный поцелуй от зимы, а восточная часть, ну, меньше повезло. Все, ребятки, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Все. Всем пока. Пока.